Мы приехали в очень знаменитый, очень праздничный регион Франции в Шампань. Когда-то здесь франки приняли христианство. И вот с тех пор началась история самого знаменитого в мире вина. Реймский собор можно с уверенностью назвать самым важным собором Франции. Ведь это не только место коронации французских королей, но еще именно здесь, в другом, более раннем соборе, в 498 году принял христианство Хлодвиг I. В день крещения короля Хлодвига вместе с ним были обращены в христианскую веру еще 3000 франков из числа его воинов. Предание гласит, что в 1027 году, когда французский король Генрих I венчался на царство, то посланный с небес голубь принес в клюве сосуд с благоуханным маслом мира, необходимым для помазания короля. Случившееся чудо положило начало традиции коронования французских правителей в Римсе. Кстати, эта мира по-прежнему хранится в соборе. А еще в Римском храме 19 мая 1051 года Генрих I обвенчался с Анной Ярославной, дочерью киевского князя Ярослава Мудрого. Кстати, Римская Евангелие, на котором присягали французские короли, написано наполовину на кириллице, а наполовину на глаголице. Оно считалось таинственной восточной рукописью, а прочитать его смог только один человек. И знаете, кто это? В 1717 году Римский собор посетил Петр I. Ему представили стеклянницу со святым елеем и рукописное Евангелие. Петр поразил присутствующих тем, что единственный сумел прочитать текст Евангелия. По одной из версий, Евангелие привезла в качестве приданного Анна Ярославна, а по другой она попала во Францию из монастыря в Чехии. Вот здесь висят имена французских королей, которые здесь были коронованы. В общем, кого только не видел этот Римский собор, какие старые это камни. Этот собор видел Жанну Дарк. Кстати, фильм Жанна Дарк снимали здесь, но в этом соборе тоже. Последний царь Николай II тоже посещал Римский собор. И случилось это в 1901 году. Его приезд был даже отмечен военным парадом. А еще Римский собор помнит одну очень знаменитую француженку. Во время Столетней войны собор принадлежал англичанам и был освобожден Жанной Дарк, которая в дальнейшем здесь присутствовала на коронации Дофина Карла в 1429 году. Посмотрите, как удобно здесь сделано, чтобы свечки ставить. Внизу свечки отверстия. И вот они нанизываются на такие полушки. За свою длинную жизнь Римский собор пережил многое. Но пострадал больше всего в более-менее цивилизованном XX веке. Ну и если посмотреть на эти витражи, то искусствоведы, любители современного искусства, конечно, узнают здесь руку. Марко Шагала, который удостоился чести работать в Римском соборе, то есть расписывать витражи. Не все, конечно, но вот конкретно возле которого мы сейчас стояли. Ну и, конечно, одна из главных героинь Реймса – Жанна Дарк. Однажды мы, когда здесь были еще, года-два назад, какая-то была здесь группа американских туристов, и одна американка спросила, где похоронена Жанна Дарк. Я не знаю, что ответил, конечно, экскурсовод. Ну, хотя, может, человек не обязан знать, что ее сожгли на костре. Римский собор называют царством скульптур. Его украшает около двух с половиной тысяч статуй. Но в годы Первой мировой войны германские войска на протяжении 1914-1918 годов целенаправленно обстреливали Римский собор из тяжелых орудий. В храм попало около 300 крупнокалиберных снарядов. Здание устояло, но получило тяжелейшее повреждение. Было полностью разрушено аспида. Во многих местах рухнули стены. Погибло огромное количество скульптур, в том числе монументальная фигура Христа. Этот акт бессмысленного вандализма возмутил весь мир. Если верить специалистам, то в Первую мировую войну собор выстоял лишь потому, что древние архитекторы спланировали его в два с половиной раза прочнее, чем того требовали тогдашние нормы. После войны французы бережно восстановили Римский собор, драгоценнейшую реликвию своей национальной культуры. Но, к сожалению, множество ценностей было утрачено навсегда. И вот на выходе из собора, кстати, надо тоже знать, есть вот такой, ну вот они, ангелы стоят. И вот этот ангел, улыбающийся ангел, на него называют, это символ города Реймс. Лицо такого ангела здесь можно везде встретить, на сувенирах, на открытках всяких. Лицо улыбающегося. А если посмотреть в ту сторону, то можно увидеть Жану Дарк на коне. Итак, для коронации нужно было вино. И его здесь, виноград здесь выращивали, хоть это и север Франции. Но в случае с шампанским все вопреки. Вопреки тому, что здесь климат не очень-то подходит для виноделия, вино здесь начали производить, и довольно хорошее вино. Но поначалу шампанское, да шампанское тогда еще было далеко, в самом начале. Шампанское считалось, шампанское у них как раз-таки получалось тогда, но считалось испорченным. И испорченное вино, или дьявольское вино, потому что вино все-таки священный напиток, и если оно портилось, значит это козни, происки дьявола. Так считали древние люди во Франции в Римсе. И его просто выливали. Ну, в общем, зачем я запегаю вперед? Лучше я это все расскажу с самого начала. В местных погребах бывал Петр Первый, а для царя Александра Второго специально местными виноделами. В соавторстве с виноделами царскими было создано легендарное шампанское «Кристалл». Память о знаменитом царском заказе по-прежнему бережно хранят в доме Луи Рёдерер. А вино, созданное специально для царя, по сей день является самым элитным и дорогим вином в мире. Пушкин в своем бессмертном Евгении Онигине писал о знаменитом шампанском самой знаменитой вдовы Франции, вдова Клико, и о самом узнаваемом в мире шампанском Моэт. Но как же все началось? Почему вино из не самого теплого региона Франции стало самым знаменитым и праздничным вином в мире? А вот почему. История виноделия шампани уходит своими корнями во времена Древнего Рима. Римляне дали название этому участку земли, которая напоминала им компанию окрестности столицы империи. В шампане есть один дом шампанских вин. Кстати, шампанское великолепнейшее. Называется это шампанское Канар-Дюшен. Утка и груша. Почему? Потому что фамилия мужчины была утка, а женщины груша. Они поженились и создали дом Канар-Дюшен. Но не этим знаменит дом Канар-Дюшен. А знаменит тем, что это было любимое шампанское царя Николая II. И в памяти об этом Николай II позволил Дому Канар-Дюшен в качестве лого использовать герб Российской империи. По-прежнему. Лого Канар-Дюшен. Герб Российской империи. И вообще, конечно, это шампанское так. Ну, например, в Чехии тоже. Его мало кто продает. В основном это только мы. У нас самый лучший выбор. В Европе я тоже мало его где вижу. Но во Франции это очень популярное шампанское. И оно очень вкусное. Оно очень похоже на шампанское вдова клико. Кто любит вдову клико, рекомендую. Любимое шампанское царя. А у нас, смотрите, какая у нас есть находка. Канар-Дюшен 70-го года выпуска. Славу местным виноделам принес Реймс. Именно в Реймсе первый король франков принял христианство. А для обряда им понадобилось местное вино. А затем здесь короновались французские короли. Этот факт принес вину шампани, праздничный флер и королевский статус. Но до рождения самого праздничного напитка было еще очень и очень далеко. Чем прекрасна шампань? Вот мы просто только что ехали по маленькому городку и заехали в такое чудесное место, в такой дворик. А это дом шампанских вин. Просто здесь все дома шампанских вин. Называется кордет. Здесь можно сделать дегустацию, попробовать вино и купить его. Виноделие шампани развивалось благодаря монастырям, которые выращивали виноград для священных обрядов и собственных нужд. Но тогда эти вина были тихими. Более того, игристость считалась дефектом. Такое вино называли проклятым или дьявольским. Знаменитые пузырьки появлялись совершенно случайно. Дело в том, что зачастую брожение в погребе останавливалось из-за низких температур. Готовое вино разливали по бочкам и отправляли покупателям. Но, попав в теплое место, вино начинало бродить. В процессе брожения выделялся углекислый газ, который при условии закрытой бочки не мог выйти, а растворялся в вине. Но тогда, открыв бочку с испорченным вином, люди не знали, что когда-то этот напиток назовут шампанским. И попросту его выливали. Разобрался в причинах появления избытка газа в вине Кристофер Мерит, английский ученый. Он обратил внимание на то, что вина из шампани, которая была знаменита холодными зимами, поставлялись в Англию с большим количеством остаточного сахара и спящими дрожжами. В 1662 году Мерит представил научную работу, в которой доказал, что именно сахар в бутылке и остатки дрожжей являются причиной появления пузырьков. Простой опыт показал, что сделать игристым можно любое вино, если добавить перед разливом сахара и немного дрожжей. Фактически, именно англичан стоит считать разработчиками технологии производства шампанского. Но легенда о монахе Пьере Пириньоне оказалась более популярной, но отдавая должное монаху, именно Пириньон считал, что лучшим виноградом для белого вина является пино-нуар. Он уделил огромное внимание выращиванию лозы. Монах золотыми буквами вписал свое имя в книгу «Истории мирового виноделия». Один из самых популярных и эталонных сортов шампанского назван в честь этого человека. Как бы там ни было, но в 18 веке странное вино с пузырьками перестали считать испорченным и дьявольским. И из персоны нонграта оно превратилось в напиток королей и богачей и вошло в моду. А с 1718 года в шампане стали производить игристые вина на постоянной основе. Сегодня шампанское – это, пожалуй, самый популярный напиток. Визитная карточка не только шампани, но и всей Франции. С шампанским ассоциируется праздник, роскошь и отличное настроение. Шампанское даже имеет свой собственный день рождения, который отмечается летом 4 августа. Мне очень нравится название улицы. Улица 4 августа 1789. Ну, 1789 – не мой год, а 4 августа – мой день рождения. Вот так. Какие здесь названия улиц. Конечно, в шампане множество знаменитых на весь мир домов, которые знают во всех частях света. Например, мой этот Шандон, дом Периньон. Ну, дом Периньон и мой этот Шандон – это одно и то же. Вдова Клико. Но здесь есть такие дома, такие вина, которые вам посоветуют всегда местные. Я уверена, что местные люди, которые живут в шампании, вряд ли сильно пьют вдову Клико, знаменитые. А знаете, что они пьют? Они пьют шампанское Мерсье. Во-первых, это очень хорошее шампанское. Ну, его, например, в Чехии, оно только у нас. И да так, как бы особо в Европе я его тоже больше нигде не видела. Но во Франции оно очень... Это народное шампанское, его очень любят. Французы, местные, кто живет в шампании. И история этого дома, на самом деле, очень интересная. Когда-то этому дому принадлежал дом Периньон. И вообще с ними связана очень интересная история. Случилось это в 1858 году, когда молодой человек, которому на тот момент было всего лишь 20 лет, умудрился уговорить владельцев четырех шампанских домов объединиться в один дом его имени. Звали амбициозного человека Эжен Мерсье. Объединив дома, молодой человек приступил к исполнению своей новой мечты – получить всемирную известность. Для этого он предпринял массу грандиозных шагов. Построил огромные погреба на 47 галерей, открытые для публики. И наладил производство шампанского в больших количествах. Шампанское должно быть доступно для всех. Таким был девиз господина Мерсье. Чтобы привлечь внимание общественности к своему шампанскому, в 1870 году Мерсье принял грандиозное решение – изготовить самую большую винную бочку в мире. Спустя пять лет бочка была готова. На ее изготовление понадобилось 150 деревьев. Это сооружение поражало своей монументальностью. Высота ее была 5 метров, а вместимость – более 20 тонн или 200 тысяч бутылок. На грандиозную бочку у господина Мерсье были не менее грандиозные планы. Дело в том, что в то время в Париже должна была происходить всемирная выставка, одним из главных экспонатов, который был очень странный, но тоже грандиозный проект. Вообще, конечно, здесь можно зайти во многие дома знаменитые и попасть на экскурсию по подвалам. И вот я искренне рекомендую дом Мерсье. Если кто-то приедет в Шампань, обязательно идите в этот дом Мерсье. Самые лучшие подвалы здесь и еще в одном доме. Я тоже вам его покажу. Потому что многие идут в дом Клико или в Майденшандон. Ну, Майденшандон и Клико – не лучшие подвалы. Шампани – лучшие. Это считается Мерсье, где мы сейчас находимся. И еще один дом, но о нем чуть позже расскажу. Тоже мы туда сходим. Сейчас попытаемся попасть на экскурсию. Кстати, экскурсия здесь, в Мерсье. И на русском языке тоже есть. Ну, мы уже второй, как и второй. Наверное, третий раз пытаемся попасть сюда на экскурсию. Здесь не так легко попасть, потому что желающих сюда прийти много. Вот сейчас пытаемся сделать резервацию и, может быть, завтра сходим на экскурсию. Дей очень много. В общем, в тот год французы наблюдали два странных явления. Как в центре столицы возвели непонятную конструкцию огромных размеров. И как из Эперне в Париж 8 дней ехал кортеж. 12 пар валов тащили огромную бочку. В хвосте следовали еще 18 лошадей, чтобы тянуть поклажу в гору. По воске приходилось часто объезжать деревни. По улицам, которых она не могла проехать, мешающие деревья срубали, мосты укрепляли, а дома на узких улочках покупались втридорого и сносились. Успех был феноменальный. Огромная бочка заняла почетное второе место. Опередить ее смогла только грандиозная Эйфелева башня, получившая первое место на выставке. Слава о шампанском Мерсье быстро вышла за пределы Франции. После выставки в Эперне заглянул сам президент пожать руку новатору Эжену Мерсье. Но на этом господин Мерсье не остановился. Он один из первых в мире заказал рекламный ролик. Фильм для шампанского дома снимали сами братья Люмьер. Сегодня шампанское Мерсье – одно из самых популярных напитков Франции. А благодаря очень демократичной цене остается, как и мечтал его создатель, напитком для всех. Дом Мерсье входит в конгломерат предметов роскоши Луи Витон Мэтт Хеннесси. Итак, на сегодня уже нет мест. Нет мест, поэтому сегодня мы не попадем. Может быть, завтра сходим, если у нас будет время, завтра сходим на экскурсию. На экскурсию на взрослого человека здесь 40 евро. И поверьте, это не самая дорогая экскурсия. Например, здесь есть экскурсии по 70 евро в других домах. Но вот этот дом Мерсье просто всем, кто будет в шампане, я очень рекомендую. Дом Мерсье и еще один дом. Там дешевле экскурсия и там всегда есть места. Но дом просто великолепный. История этого дома очень интересная. Но к нему мы отправимся чуть позже. Вот. И смотрите, какая красота вокруг. Впереди виноградники. Вот оно. Золото шампани там зреет. Ну, а мы идем дальше. Посмотрите, сколько стоит шампанское дом Периньон. Витаж. Винтаж 85 года. 6 тысяч евро. 6 тысяч евро. Это бутылка, ну, вот такая, 750. А когда-то она стоила гораздо дешевле. Вот поэтому мы такие вещи и собираем коллекционеры. У нас есть один дом Периньон, который за год подорожал больше, чем в два раза. Я уже много раз снимала эту улицу. Она находится в городе Перне. Как бы неофициальная столица Шампани. Ну, в принципе, в Шампани две столицы. Неофициальная. Одна Рейбс, другая Перне. Находятся они друг возле друга, два этих городка. И вот эта улица, она называется самая пьющая улица в мире. Ну, так ее назвал Уинстант Черчилль. Ну, почему он так ее назвал? Да потому, что вот здесь, что не дом. Ну, это все Маэтен Шандон. Вот Маэтен Шандон. Тут кафешки. Тут, когда лето, когда тепло, здесь люди сидят и дегустируют шампанское. Маэт. Ну, или Дум Периньон. Там у них, видимо, какие-то офисы. Очень красивое место. И везде, 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 вот так, если идти по этой улице, это все будут дома шампанских винт. Каждый можно зайти, продегустировать шампанское. Это все очень красиво. Очень интересно. Ну, шампанское, это не, скорее, как стиль жизни, искусство. Что такое, сродни искусству. Ну, по всякому случаю, для меня. Тяжело им напиться, потому что, во-первых, оно очень дорогое. Ну, и как можно вообще напиваться шампанским? Напиваться шампанским, это плохой тон. Очень красивый дом Перье Жуэп. Дом Белли Пок. Ой, прекрасная эпоха. Красивейший дом. Какая огромная дверь. В общем, я всем-всем рекомендую город Эперне и город Реймс. Кто будет во Франции. Особенно вот сейчас Олимпиада в этом году. Цены в Париже выросли. Ужас. А Реймс и Эперне называют Запорижьем. То есть, мы находимся недалеко от Парижа сейчас. И вот красивейший дом. Тоже шампани. Переезжает. Ну, тут тоже летом такой расколбас. Ну, все еще закрыто у них. Тут летом сидят люди. Пьет шампанское в такой красоте. Так вот. Вот такое оно Запорижье. А в Париже сейчас сумасшедшие цены. Здесь отели гораздо дешевле. И находимся мы не так. Ну, если ехать, конечно, своей машиной. Потому что, мне кажется, отсюда прямых поездов в Париж нет. А машины около полутора часа езды. И мы в Париже. Что мы часто и делаем, когда приезжаем в Шампань. Ездим в Париж. В этом сегодня, завтра не поедем. Я думаю, сейчас смысла туда нет ехать. После Олимпиады уже. Олимпиада заканчивается 11 августа. После 11 августа съездим в Париж. Я эту улицу уже, конечно, снимала миллион раз. Миллион раз выкладывала. Но лишним не бывает. Здесь очень и очень красиво. Сейчас просто еще не сезон. Ну, сезон здесь вообще вау. Когда все эти дома открыты. Все эти, как я хотела сказать, по-чешски заграда. Террасы, летние террасы работают в домах. Здесь сидят люди. Пьют шампанское. Вот еще один дом, который находится в Шампанье, в городе Реймс. Подвалы которого мы очень рекомендуем к посещению. Потому что это самые красивые подвалы. Однозначно. Здесь в подвалах находится музей современного искусства. Причем очень интересный и очень красивый музей современного искусства. И сюда можно приходить без записи. История этого дома очень интересная. И во главе этого дома стояла изначально, как это часто бывает в Шампане, вдова. В 1836 году господином Помари и его компаньоном был основан легендарный дом Помари. Но прежде чем стать легендарным, дом Помари вел обычный бизнес, которым тогда занимались многие дома шампани. А именно, просто покупали готовые бутылки с дьявольским вином у производителей и наклеивали на них этикетки со своим именем. При таком подходе ни о каком постоянстве вкуса шампанского речи быть не могло. Но однажды господин Помари сделал одну вещь, благодаря которой дом Помари стал легендарным. А его шампанское вошло в десятку самых узнаваемых брендов мира. Что же сделал господин Помари? А господин Помари просто взял и умер. Бизнес перешел его жене. Обычной, слабой и бесправной женщине. Госпоже Луис Помари. Вот именно тогда все и началось. Молодая вдова вместо приобретения чужих бутылок стала приобретать виноградники. Именно под ее чутким руководством был сформирован бренд. Она не только лично контролировала производство, но и основала имение Помари в Римсе. И сегодня это самый большой и красивый архитектурный комплекс среди всех домов шампани. Примечательно, что ее основной конкурент дом Вив Клико тоже поднялся с легкой женской руки вдовы Клико. После смерти основательницы дома Луис Помари во главе компании встала ее дочь, которая к тому моменту уже была женой принца де Полиньяка, кузена принца Монако. До 1972 года имение находилось под управлением семьи Помари. Сегодня шампанское Помари представлено более чем в 100 странах мира и входит в десятку самых узнаваемых брендов. В общем, всем, кто будет в Римсе, очень рекомендую дом Помари. Мы сегодня уже не пошли внутрь. Мы были в этом музее, конечно же, были в этих подвалах. Это самое красивое. Помари и Мерсье, как мы были в Мерсье. Великолепные подвалы, великолепное вино и Помари. Великолепные подвалы, великолепное вино. К сожалению, Помари не так популярны, как вдова Клико или как Моэд. Но, честно, вот эти Мерсье и Помари, эти вина, мне лично, наверное, это одни из самых моих любимых. Помари, она не сладкая и не кислая. Вот Клико, она еще, еще эти два Клико шампанское. Кто любит сладкое шампанское? Прямо для любителей сладкого. Я не люблю сладкое, но не люблю, чтобы было сильно прям кисло. А Клико, вернее, Помари, это идеальное шампанское, идеальное вино. Оно очень популярно в Британии. Ну, не суть. Просто, если уж ехать в Шампань, а в Шампань просто я рекомендую всем приехать, увидеть эту красоту, увидеть, как растет виноград. Побывать в домах, узнать историю этого региона, она достойна. И рядом Париж. Вот, обязательно все, кто приезжают в Шампань, ходят по местным домам на экскурсии. Вот, не тратить время на всякие ненужные. Там, ну, Мэд, да, все знают, это шампанское. Но подвалы обычные. Обычные, они здесь все таки, все одинаковые, плюс-минус. Вот, Помари не такой, как все. Мерсье не такой, как все. И вино, пожалуй, это вино. Действительно, недорогое. По сравнению здесь есть вино. Допустим, сейчас мы заедем еще в один дом, нам нужно кое-что-то купить. Там и вход 70 евро в прошлом летом стоил в подвал на человека. И вино от 100 евро за бутылку и выше. Так вот, Помари, за доступные цены, Помари и Мерсье, это вина очень недорогие для своего качества. И дома очень... Ну, как бы, Помари вообще, считаю, это самым красивым домом в шампане. Это бесспорно. Тут никто не может даже оспорить. И подвалы, если даже загуглить рейтинг, то вот это будет сам на первом месте, скорее всего. И рядом с Помари находится прекрасная вилла Демисель. Она тоже принадлежит... Вернее, не она принадлежит Помари, а ей принадлежит дом Помари. Вот этому дому. Этот дом называется Вранкин. Тоже у них очень эксклюзивная вина. Это их вилла. И этому дому принадлежит, собственно, дом Помари. Когда тут когда-то раньше Помари принадлежал Луи Виттон Майт Хеннесси, но потом у них Вранкин выкупил. Вот тоже... У кого есть время, обязательно посетите эту виллу. Она очень красивая. Я сегодня туда внутрь не пойду, потому что у нас там знакомая работает, которая, когда нас видит, надеется, что мы очень много у нее чего-то купим. А нам, к сожалению, ничего не надо. Хотя шампанские Вранкин, они такие красивые. Там очень красивейшие бутылки. Знаменитая бутылка Кортье. Знаменитая шампанская Кортье, которая очень сложно найти. Делает его именно Вранкин. Но его сложно найти. Так что всем рекомендую, кто приедет в Шампань. Вот тем более сейчас, говорю, будет Олимпиада. Рекомендую, кто будет в Париже, посетите Шампань. Это недалеко, и это очень интересно. Ну и каждый вечер у нас во Франции, в Римсе конкретно, происходит так, что мы ходим на ужин в местный ресторан. Я уже тоже несколько раз его снимала, но его грех не снять, потому что показать тем, кто не видел. Ресторан – это буфет. Съешь сколько сможешь. Сейчас они объединились. Да, они объединились с соседним рестораном. Что тут раньше было два ресторана. Сейчас из этих двух ресторанов сделали один, что стало, собственно, лучше, потому что выбор еды стал в два раза больше. Выбор еды очень хороший. Там и устрицы, и лобстеры, и китайская кухня. Очень вкусные всякие китайские пельмешки. Утка китайская очень вкусная. Очень вкусный гриль. Мясо там любое можно выбрать себе. Его приготовят. Вот. Каждый вечер мы здесь ходим и здесь ужинаем. Потому что это выгоднее, чем пойти в любой другой ресторан города, мне кажется. Нет, можно было, конечно, по красоте поехать в Париж. Ужин, но мы по-бедному ходим сюда. Хамончики, суши, все, что угодно здесь есть. Повторю для тех, кто не видел у меня предыдущее видео о Реймсе, об этом ресторане. Это все в цене. Сейчас я не помню, сколько стоит. На одного человека здесь. поужинать. Дорогие, конечно, здесь напитки. Но все остальное. Лососик какой красивый здесь сегодня. Ну, он здесь все равно лягушачьи лапки. Кто любит. Кстати, они очень вкусные здесь. В общем, и десерты. Не могу найти цену. 23 евро вроде бы это стоит на человека. И, ну, у нас еще, так как мы живем в отеле рядом, у нас скидка 10% на на все это. Вот, смотрите, какая красота. лососик, креветочки, грибочки я взяла попробовать, бустрицы. И сидеть здесь можно до 11 часов или до 10 точно. Но мы никогда не высиживаем до конца. Вот, вода пошла и пожарили эти грибышки и креветочки. Вот, Эдик, там вообще ходят огромные тарелищи и жареного мяса. Грелованого. Вот, но главное правило здесь есть очень, по чуть-чуть и очень медленно. Потому что наесться можно очень быстро. А все, и все не успеть попробовать. Эдик, ну, сегодня, да, вчера тарелочка была помощнее у Эдика. Сегодня он уже, видимо, на диету решил съесть. Да, несколько без говядинки. Вообще, сочетание несочетаемого. Кусочек курицы, китайские пельмешки, лягушачья лапка, грибочки. Десертики здесь просто божественные. Маракуйя пахнет очень хорошо. Манго, дынька очень хорошая. И вот такие всякие, как это, я забыла назвать, крем-брюле. Тоже мусс хороший. В общем, голодными отсюда никто не уходит. Всякие еще эти макронки, мороженое, тортики. Но это я не брала больше. Все. Заплатили мы 60, сколько? 60. Не, 64. Ну, уж почти 65 евро. Мы заплатили на троих. Наелись устриц, креветок, мясо. Ну, все. Эти всякие, как их, десертики вкусненькие. И сейчас идем в отель. У нас там есть шампанское и клубника. Вот так. И как после этого не любить шампань? Ладно. Спасибо, что были с нами в Реймсе и в Эперне. А завтра будем ходять. Да, увидимся в Праге.